У родителей юных хоккеистов не хватает денег на подорожавшие путевки в загородный лагерь. С таким заявлением в адрес муниципального ведомства обратилась председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Екатерина Ермолаева. На заседании в Сыдранской думе, посвященном предстоящей работе детских лагерей, попросили помочь многодетным семьям, чьи дети занимаются в секции хоккея с мячом. В этом году ребята стали чемпионами Самарской области и всей командой мечтают попасть летом в загородный лагерь «Юность». Однако стоимость путевок выросла на 10%. Кто-то просто не может из-за материального положения родителей обеспечить. И плюс у нас есть там семья, у которой 8 детей бабушку воспитывает, 2 детей, с которыми занимаются спортом. Вот мы как старшая сестра занимаемся подготовкой документов, у меня будет обращение. Просьбу родителей пообещали рассмотреть в ближайшее время. Первые заезды стартуют с 3 июня, и лагеря полностью готовы к безопасному и комфортному отдыху детей. Отремонтировали корпуса и дорожки, футбольные поля и столовые. Рацион детей будет разнообразным – от салатов и супов до запеканок и фруктов. В этом году для питания сызранских детей выделена самая большая областная субсидия среди городов-губернии – 8 миллионов рублей. А для безопасности в муниципальную собственность переданы 3 авторазливочные станции, ранее принадлежавшие областному МЧС. Эти противопожарные машины установили в загородных лагерях «Юность», «Салют» и «Дружные ребята», которые находятся дальше других от города, и время приезда пожарных подразделений сюда превышает нормативные 20 минут. Не менее строго пожарные обследовали пришкольные лагеря. Замечаний нет, но стареет аппаратура пожарной сигнализации, предупредили специалисты. В зданиях школах довольно часто стала включаться автоматическая пожарная сигнализация. Это связано с тем, что, прежде всего, система противопожарной защиты уже подходит срок своей эксплуатации. На эту проблему обратили особое внимание руководство школ. Депутатов заверили, что в пришкольных лагерях дети будут отдыхать активно. Их ждут занятия на спортивных площадках и экскурсии по городу. Школьники на каникулах должны развиваться и получать удовольствие. Ожидается, что этим летом в загородных и пришкольных лагерях отдохнет более 3 150 детей. А тем подросткам, кто летом захочет потрудиться, помогут на бюджетные деньги. На эти средства планируется трудоустроить около 700 человек. Трудоустройство планируется в разных микроорганизм города. В данном направлении работа продолжается. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев. Вести детально.